В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Нашла коса на камень. Героями моей передачи обыкновенно становятся люди, столкнувшиеся с несправедливостью, жизненными невзгодами, но храбро борющиеся за свои права. На этот раз речь пойдет об иной войне. В схватку вступили те, у кого, казалось бы, жизнь удалась. Элитный дом в историческом центре города, один из первых таких в Самаре, удачное местоположение, нескромные метражи квартир, в среднем почти в 100 квадратных метров. Люди здесь поселились тоже непростые адвокаты, бывшие сотрудники правоохранительных органов, в общем, элита. Казалось бы, живи и радуйся. Но нет, последние полгода на Чапаевской идет беспощадная гражданская война. Молодой человек, выйдите, пожалуйста, из своей квартиры. Вы ее заберите, пошла она вон отсюда. А с чего он меня толкает? С какой сталью? Что ты провоцируешь? Чтобы ты меня врезали по физиономии, ты это провоцируешь? Да какая же ты девушка? Кто же я? Господи, отморозки. Это в Хрущевках и Сталинках междоусобные соседские войны обыкновенно заканчиваются такими перепалками. В этом элитном доме с них все только началось. Здесь, похоже, меряются не только силой голосовых связок, но и связями. И пускают в ход тяжелую артиллерию. Это все переписка, жалобы, заявления в полицию, в прокуратуру, в миграционную службу, в жилищную компанию. Такой способ общения выбрала. Поэтому мы вынуждены именно обращаться в суды, в прокуратуру, потому что нас не слышат. И наши действия все блокируют, как могут. Как итог, бесконечные полицейские визиты, прокурорские проверки и даже уголовное дело. Статья не абы какая, 119-я. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Как видите, в доме у филармонии явно не скучно жить. Купила квартиру, а еще бесплатно цирк в подарок. Можно так сказать. Бесплатный шок. Я устала от этого цирка. Я устала вообще. Мы живем как одной семьей уже 15 лет, что у нас всегда все было в порядке. Скандал в благородном семействе тянется еще с конца прошлого лета, когда в доме на Чапаевской поселился сосед, а точнее соседка, которая не всем показала замечательной. Это была не любовь с первого взгляда. Сначала началось с того, что мы купили квартиру, не спросив ее вообще. Надо было со мной посоветоваться, эта квартира плохая. Ну, плохая она плохая. Мы как бы сами решили. Она пришла, кричала крики, визги. Но моим мнением просто, что она сама хотела ее купить. Она очень упала в цене из-за того, что она продавалась, наверное, года два примерно. Уважаемая, зачем мне третья квартира? Я вообще просто удивлена. Если бы я на нее глаз положила, я бы ее, наверное, купила. И купила давным-давно. Потом она не хотела принимать квартплату у меня. Я пришла с маленькой сестрой, она там начала скандалить в ТСЖ, то, что она ничего принимать не будет, так как на тот момент квартира владела не я, оплачивала почему не я. Ну, какая разница, кто оплатит квартплату? Я же принесла деньги. В чем проблема? Ей был задан вопрос предоставить паспорт, удостоверяющий ее личность, и свидетельство о праве собственности на квартиру номер 10, так как у нас значится совершенно другая гражданка. Она сразу же стала возмущаться. Она набрала трубку, телефон, и сразу же прямо начала кричать. Папочка, меня здесь обижают. Отец работает ее на севере. Достаточно богатый человек. О конфликте между дочерью золотопромышленника Ольгой Агибаловой и бессменным председателем ТСЖ ШАТО в меру успешным адвокатом Людмилой Нестерович, по неволе оказавшимися соседками, в пору блокбастер снимать. Лично я ничью сторону занимать не могу, да и не хочу. Пусть у милых дам будет возможность высказаться самим. Ведь даже о причинах этого беспощадного противостояния у каждой своя версия. Камня преткновения на пути мира и спокойствия в этом элитном доме стала обыкновенная дверь, ведущая в общий коридор на две квартиры. Вот этот замок, допустим, он только изнутри закрывается. То есть она его так закрывала изнутри, и снаружи его не открыть. То есть я звонила, спрашивала, в чем проблема. Она говорит, звони мне, я буду тебя открывать. Я говорю, ну а если вы будете там в ванной, либо еще где-то, я что буду стоять под дверью, ждать, пока вы мне дверь откроете. Мне так удобно. Остальные у тебя будут по паспортам проходить. Все. Не нравится, прорубайся в другой вход. Ну, во-первых, гости к ней никакие не ходили, она и сама туда не появлялась. Там строители работали. А потом, понимаете, логику. Строители месяц работают, а перед госпожой Огибалой вот мне делать больше нечего. Я стою, двери закрываю и прошу у нее паспорт. На двери приварен вот такой молоток. И дверь, Настя, открыта. Естественно, я вообще не могла понять, кто и что это сделал. Я сразу постучалась в квартиру, так как у меня были нормальные отношения со строителями. Я ему задала вопрос, а что это такое, объясните. Мужчина говорит, я сам, говорит, не понял, сломали мой молоток, сказали, что хозяин квартиры приказал приварить молоток к двери. Ну, мы вообще не поняли, для чего это надо. Мы вызывали там МЧС, чтобы отрезать этот молоток. Если дверь никто не закрывал, зачем они столько манипуляций с них произвозили? А вот это надо спросить у разумного человека. Приварили молотки просто, чтобы дверь не закрывалась, потому что ни я не могу попасть, ни ночевать негде. Она написала на меня предъявление, что я украла дверь якобы. Хотя после того, как мы сняли эту дверь, ее в итоге сняли. Мы возместили 30 тысяч рублей на расчетный счет ТСЖ, перечислили сразу. Там отказ на материалы, отказали ей. Она еще написала, что я кроссовки украла у ее сына. Мужские. Знаешь, она у кроссовки мужские призналась? Это хороший вопрос. Тоже очень интересно, зачем они не нужны, но я украла. А вот адвокату дала поручение дверь украсть. Эта злосчастная дверь, павшая невинной жертвой, стала поводом для того конфликта, что в итоге привел к в уши помянутому уголовному делу. Вечером 24 августа рабочие начали ее демонтаж. Ольга Гибалова и ее гражданский муж Иван Васильев руководили процессом. И все это явно пришлось не по душе председателю ТСЖ. Вы меня не пускали в квартиру. Да не надо рассказывать, что я могу. В разгар перебранки на лестничную площадку поднялся сосед Андрей Рыжков, кстати, бывший сотрудник полиции. На поводке у него была собака, американский бульдог. О том, что происходило дальше, пусть расскажет бесстрастная видеозапись, которую сейчас изучают дознаватели. Потому как показания участников этой нехорошей истории, как говорят юристы, кардинально расходятся. Сначала соседи вели светскую беседу. Затем страсти накалились. Ты свой телефон закрой, сопляй зеленый. И паснись в речи. Слышь ты, ты мне вообще, б***ь, родную стыкай. Ты мне не деговорил. Не общайся. Я тебе сейчас, б***ь, собак тебе уже подпусти. Я, б***ь, еще не буду. Еще не мужик у нас. Слышь ты, б***ь. Пошел нахер отсюда. Пальчишка, не надо. Пошел нахер отсюда. Может, человек привык так общаться. Круг общения его такой возможно. Он видел, что я снимаю сейчас на видео, продолжил себя так вести. Ему было совершенно все равно. Я говорю, вызывайте в полицию. Он говорит, что ты научишься вызывать, я сам сотрудник. Может быть, не было бы телефона, на самом деле. Стрелять бы начали, кто знает. А что видеозапись является основной для возбуждения уголовного дела? Гражданка Гибалова, 5 человек нерусской национальности, трое русской, пытались спилить дверь, принадлежащую ТСЖ. При этом угрожали все пообщательские женщины. Я, как бывший офицер полиции, пошел заступиться. Собака просто защищала нас с дочерью от их действий. Никаких команд, типа, как говорят, они ФАС или кого-то, по-моему, не было. Взять его, как-то так вот о нем я говорю. Взять, не знаю, взять его, никого там. Взять его! Стояла рядом с этой добродушной собачкой, которая меня почему-то не съела. Конкретно в этом случае она была в наборнике или не в наморднике все-таки? Наморднике. В наморднике. Да, вот когда он поднимался, она была в наморднике. Вот момент там... После того, как у нас уже начали нападать, 5-6 человек, намордник у нее снялся. Не надо, или не надо? Не надо меня снять. У меня просто вот у самой такая же собака, американский бульдог. Я знаю, что это собака, это как бы бойцовская, она без намордника. Когда ей говорят ФАС, я знаю, что собака кинется, и собака ведь кинулась. То есть там ладно, все это не закончилось, тем, что она никому не вцепилась в ногу. Но если она вцепится, она не отпустит. То есть, как бы, конечно, я испугалась своего молодого человека, я испугалась и за ребенка, который... И даже и за его ребенка я испугалась, который на нее кидается, на собаку. Потому что собака, она же ей дает команду, она же не осознает, кто рядом стоит. Но он даже ни разу не извинился. Извинился бы, вот этого бы всего бы не было. Прозвучала ли сакраментальная фраза «взять его» или это обман слуха? И попадают ли соседские дрязги под статью Уголовного кодекса решать полицейским? Дело возбудили не сразу, со второй попытки спустя полгода. И до окончания следствия силовики предпочитают держать нейтралитет, воздерживаясь от комментариев. Уголовные дела редко возбуждаются по конкретно таким заявлениям, по таким ситуациям. Поэтому случай, можно сказать, практически единичный. Мы настаивали на возбуждение уголовного дела. Эта ситуация была, ну, очень нестандартная, да, можно сказать, выпиющая. Это тот эксперт, ее изучают, чтобы высказаться. Есть ли на ней признаки монтажа или нет. Потому что в личных беседах Рыжков неоднократно заявлял, что собака была в наморднике. Намордник был удален там на компьютере. Вот, и эксперты сейчас этот вопрос изучают. Впрочем, эпизод с собакой, хоть и стал кульминацией соседских разборок, но не был единственным. Война за территорию между старожилами элитного дома и молодой сменой продолжилась. Еще одним поводом для раздора стал доступ на крышу. Ольга Гибалова уверяет, что та протекает и портит только что сделанный ремонт. Председатель ТСЖ возражает, мол, крыша, если и течет, то не по вине товарищества, а потому что предыдущий собственник квартиры самовольно ее перестроил. И она, Людмила Нестерович, не может дать ключи без согласия членов правления ТСЖ. Молодая девушка принимает решение срезать замки, и в подъезде элитного дома вновь идут дебаты. Если у меня крыша течет в среду утром, мне что, только во вторник приходить? У вас крыша течет в голове, по-моему, уже давно. Спасибо. Спасибо. Вот отсюда. Уходите отсюда, быстрее. Сейчас полиция перед, вы не позвоните. Вы ключи нам предоставьте, пожалуйста, от крыши. У вас попросили, если вы можете... У нас течет, понимаете? Нам кто будет возмещать ущерб? Будет возмещать ваш ущерб тот, кто вас обслуживает, а вы не оплачиваете. Будьте добры, сейчас прокурору занимаетесь. Вы не оплачиваете 4 месяца за квартиру. И полиция, и прокуратура обязательно решит и посмотрит все счета, которые вы выставляете. Да вы какие счета выставляете, вы видели? 15 тысяч в месяц за квартиру. Видела, не 15 тысяч. А сколько? А около 8. У нас за 4 месяца более 30 тысяч. Мне ваш бухгалтер предоставил... Подождите, пожалуйста, где 15 тысяч. Мы все это покажем в суде, а не лично вам. А недавно заклятые соседки в очередной раз обменялись любезностями. Людмила Нестерович подала иск в суд о взыскании коммунальной задолженности. Ольга Гибалова не осталась в долгу и обратилась в АБЭП, чтобы там проверили обоснованность расценок, которые даже ей, дочери крупного бизнесмена, показались чересчур высокими. Пока проверка идет, мы ничего плачивать не будем. Это тоже ненормально. 15 тысяч. Пусть проверяют. Она написала заявление в АБЭП, оклеветав нас. Не помню точно там какими словами, но по-русски могу же сказать, воруем деньги в ТСЖ. Я написала объяснение оперуполномоченному о том, что лично я доступа к деньгам вообще не имею, а все, что собирает бухгалтер платежи, это элементарно можно проверить, у нас отчитываются и никогда у нас никаких жалоб не поступало. Какими еще проверками и как знать уголовными делами ознаменуется война между авторитетными соседками, неизвестно. Но похоже, обе настроены решительно и к перемирию не готовы. Я вообще членам ТСЖ предложила избрать ее председателем правления, но они почему-то на собрании 28-го отказались это сделать. Ее выбрать. Пусть она здесь, это самое, развлекается. Съезжать из соседки я точно не буду. Надо ее, пусть она съезжает. Конечно, я переживаю. Первым делом надо знакомиться с соседями, потом уже покупать квартиру. А тут по-любому. Вот такая получилась зарисовка из жизни высшего общества. Поучительная история для всех, кто собирается купить новую квартиру. На сегодня это все. Не теряйте благоразумие. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова